МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Тысячи гектаров леса уже съедены. Вредитель переходит на сельхозугодие. Нашествие шелкопряда в Омской области. Насколько серьезным может быть ущерб? Все болезни от нервов. Двухлетний перерыв открыл перед сотрудниками реабилитационного отделения областной больницы новые возможности. Как сегодня ставят на ноги даже самых сложных пациентов. Четверть века под одним парусом яхты Сибири отмечают юбилеи. Какими были эти 25 лет путешествий и что задумал экипаж на день рождения? Почерк императора в Омске впервые представят уникальные документы 17-го века. И с прибавлением в Большереченском зоопарке показали новорожденных волчат. В жутком ДТП в Калачинском районе погибли трое полицейских. Авария произошла сегодня утром на 932-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. 36-летний водитель служебной «Лады Веста» потерял управление и был выброшен на встречную полосу. Прямо под колеса большегруза. Многотонный «Мерседес» снес половину автомобиля. «Лада» перевернулась на бок и вылетела с дороги в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1986 года рождения и его двое пассажиров 1999 года рождения и 1983 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного удержания и эксплуатации транспортных средств, последствия гибели двух и более людей. Уже установлено, что погибшие сотрудники МВД по Томской области. Мужчины находились в командировке в Челябинске и возвращались в родной город через наш регион. За жизнь выжившего пассажира, тот в критическом состоянии, сейчас борются медики Калачинской ЦРБ. Омские силовики опрашивают второго участника смертельного ДТП, водителя фуры, и устанавливают причины трагедии. На завтрак листья березы, на ужин не откажутся от сливы и яблони. В Омской области нашествие гусениц непарного шелкопряда. Тысячи гектаров леса уже пострадали в Омском, Черлакском и Кормиловском районах. Из лесных массивов гусеницы перебираются на сельхозучастки. Люди такому соседству не рады, но справиться с полчищами шелкопряда пока не могут. Репортаж Дениса Ионоса. Подняла в голову и обратила внимание, господи, а наверху ужас, что творится. Летают гусеницы. Эту прогулку с собаками по лесу Марьяна Тесленко вспоминает с содроганием. Увиденное ею не из приятных. Сотни, если не тысячи гусениц свисали с деревьев, ползали по стволам. Все это жительница Кормиловки сравнивает с кадрами из фильма ужасов. К такому единению с природой не была готова. Сейчас, спустя несколько недель, в летнем лесу словно весной. Листьев практически нет, а на стволах берез немало гусениц. По объеденным лесным опушкам можно проследить путь гастрономического путешествия гусениц. Вот так, перебирая с одного лесочка на другой, они добрались до ближайшего поселка. Он расположен в нескольких сотнях метров. Как назло, ближайший к лесному массиву участок как раз семьи Тесленко. Для них это первое лето в Кормиловке. Сюда переехали из другого района. Посадок еще немного, а вот имеющаяся на участке молодая береза уже пострадала от нашествия шелкопряда. Собирать вручную гусениц сельчане не рискнули. Мы обсыпали вначале, нам сказали обсыпать. Потом, значит, я уже и струю водой уже, как говорится, каждый листочек смывала все. Ну и как бы у нас вот это вот на этом месте, ну и остановилась, понимаем, что надо уже по-другому. Надо специализированное чем-то опылять. Как советуют специалисты главного управления лесного хозяйства. Главное, использовать при обработке вещества, которые не нанесут урона окружающей среде и сработают исключительно на гусеницах шелкопряда. Найти их можно в любом магазине для садоводов. Вспышку в ведомстве подтверждают, но она циклична. Происходит каждые 6-7 лет. И связана в первую очередь с жарой. В минувшем сезоне бабочки успели отложить немалое количество яиц. Эта зима морозная не была, так что все потомство шелкопряда с легкостью пережило холода. Всего у нас вспышка на площади порядка 28 тысяч гектар. 10 тысяч из них в данный момент ведется обработка. В основном у нас обработка идет в лесах первого приоритета. Это рекреационные зоны, вблизи деревень, где люди посещают сбор ягод, осуществляют грибов и просто отдыхают. Также вдоль автомобильных трасс стараемся обработать потенциальные пути миграции. В нынешнем году мигрировал шелкопряд из Новосибирской области. Там вспышка произошла еще весной. Из-за стремительного размножения быстро справиться с гусеницами не получится. Впрочем, по словам экспертов, серьезно от таких незваных гостей деревья не пострадают. К концу июля на них распустятся свежие молодые листья. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, 12 канал. Западные санкции не оставят омечей без чистой воды. Об этом сегодня рассказал министр энергетики жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гак. По его словам, реализация нацпроекта продолжается успешно, хотя и не так гладко, как хотелось бы. Небольшая задержка была вызвана тем, что пришлось проделать большую работу по импортозамещению насосного оборудования. Уже удалось найти отечественные аналоги, не уступающие зарубежным. Всего на этот год на чистую воду федерация направила в область 570 миллионов рублей. Еще 110 предусмотрены в региональном бюджете. До конца года планируется ввести три объекта, которые обеспечат чистой питьевой водой свыше 7,5 тысяч человек. Это межпоселковый водопровод в Иссиркульском районе, реконструкция честных сооружений в Кормиловке и постройка водозабора в Русскополянском. Кроме того, ведутся масштабные работы в Калачинском районе, Нововаршавке, Черлаке. Завершить их планируется в 2023 году. Также предстоит повысить надежность водоснабжения. Как рассказал Антон Гаг, накануне по поручению губернатора Александра Буркова в правительстве подписали заявку по кардинальному обновлению магистральной инфраструктуры. Мы подали заявку на финансирование мероприятия стоимостью почти миллиард рублей для Омского водопровода. Из них 771 миллион – это займ из средств фонда под льготную ставку 3% годовых. И все эти мероприятия по повышению надежности мы должны с вами завершить до конца 2024 года. Решения, которые могут сыграть существенную роль в развитии Омской области. Сегодня в Конгресс-холле стартовал финал всероссийского конкурса «Проектный руководитель». В нашем городе собрались 26 специалистов из разных регионов страны. Отличительная черта конкурса в том, что финалистам предстоит работать над реальными задачами. Например, как увеличить вливание в бюджет или развить производство с учетом импортозамещения. Участникам предложат разработать проекты на примере Омской области. Лучшие решения будут рассмотрены профильными министерствами и могут быть реализованы как в нашем регионе, так и в других городах страны. Поставят пациентов на ноги в прямом смысле. В областной клинической больнице вновь открылось неврологическое реабилитационное отделение, не работавшее в период пандемии. За это время медики успели повысить квалификацию и с новыми силами принялись за работу. Здесь помогают вернуться к нормальной жизни пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для этого в отделении есть целый арсенал тренажеров, как ультрасовременных, так и раритетных, сделанных на заказ. Денис Жарков продолжит. Выше невролога только небо, шутит заведующая реабилитационным отделением Элина Мельник. Он и хирург, и травматолог, и психолог, даже уролог и стоматолог. Говорят же в народе, все болезни от нервов. Получается, и неврологу нужно разбираться во всем. Перекосило лицо, в голове туман, заболели здоровые зубы, не слушаются руки и ноги. Помогут здесь. Заболевания и травмы позвоночника, заболевания головного мозга, то есть все, что связано с центральной нервной системой, и что имеет отношение нарушения к двигательным функциям, да и не только к двигателям, к нарушению функций тазовых органов, к боли, психологической дезадаптации. Отделение открылось в 1971 году и стало одним из первых в стране, где ставили на ноги таких пациентов. Направляют сюда из поликлиник, для каждого составляют индивидуальную программу. Кому-то нужен логопед, кому-то музыкальная терапия. Восстановить двигательные функции помогает множество тренажеров. От самых передовых, стимулирующих мозг, чтобы расшевелить плохо двигающуюся конечность, до раритетов, родом из СССР. Этим двум тренажерам по 35 лет. Сделаны на заказ на одном из омских заводов, и медики очень ими дорожат. Ведь по удобству и эффективности современные аналоги и рядом не стояли. Принцип его пассивно-активный. То есть майниковое движение, которое позволяет раскачать то, что не работает, а если работает, укрепить и приправить силу и возможность объема движения. Важно, чтобы пациенты сами верили в свои силы. Перед каждым больным врачи ставят задачу и помогают ее выполнить, позволяя вернуться к нормальной жизни. Главное – это результат, это отдача, это видеть, что пациент действительно хочет, что у него горят глаза, что у него получается. Видеть вот эту отдачу. Тогда и силы есть, и хочется на работу идти. Сейчас неврологическое реабилитационное отделение вновь работает в обычном режиме. Последние два года медики лечили ковидных пациентов. Тем не менее, говорят специалисты, свой потенциал за это время не растеряли, даже получили новое образование, выучились на врачей физической и реабилитационной медицины. Ну а еще одним следствием пандемии стало то, что теперь здесь помогают реабилитироваться людям с постковидным синдромом. Например, практикуют аромотерапию, чтобы вернуть утраченное обоняние. Денис Жарков, Денис Лопарев, 12 канал. Слез три серийных грабитель в одном лице. Силовики задержали омича, который в Октябрьском округе нападал на пенсионерок. Самая старшая из его жертв 90 лет. Действовал преступник по классической схеме. Около магазинов выслеживал одиноких старушек. Шел за ними до самого дома, проникал в подъезд и на лестничных площадках нападал. Вырывал пакеты с продуктами и кошельки. Но каждый раз улов грабителя не превышал 2000 рублей. Потерпевшие смогли составить подробный фоторобот. Ориентировка помогла силовикам опознать преступника. Им оказался слесарь одной из организаций. Оперативной работой в местах совершения преступлений была изъята запись с камер видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала, как злоумышленник идет следом за пожилыми женщинами. И была отправлена ориентировка с приметами и экипажами наружных служб. В случайном прохожем на улице Дмитриева злоумышленника опознали патрульно-постовые, которые задержали фигуранта. На допросе задержанный признался. На преступление толкнула трудная жизненная ситуация. Супруга Меча подала на развод и тем самым вывела подозреваемого из душевного равновесия. В беспокойстве за свое финансовое положение слесарь и решился на отчаянный шаг. По факту грабежей на мужчины уже завели уголовное дело. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. К другим темам. Уникальные экспонаты, которые будут представлены впервые и именно в Омске. Документы 17 века, Петровской эпохи, привезли в наш город из фондов Санкт-Петербургского института истории РАН. Увидят их посетители музея имени Врубеля. Выставку организовали к 350-летию Петра I. Сегодня день рождения великого императора. В экспозиции представлены жалованные грамоты, начиная с 1684 года по 1724. Это оригиналы с автографом Петра I и восковой печатью, которую ставили в знак окончательного утверждения указа верховной власти. Текст написан вручную, каждая буква выводилась на весу, чтобы не испортить бумагу. После художник расписывал окантовку. Петр Великий был первым из русских правителей, кто подписывал документы лично. Исследования его почерка не раз проводили криминалисты, пытаясь установить черты характера императора. Я признавалась, что этот человек был решительный, стремительный, уверенный в себе. Об этом можно, наверное, судить действительно по его рукописным текстам и по его подписи. Такой быстрой, когда буквально она двумя-тремя расчерками ставилась под важными государственными актами. Из 15 документов, которые здесь можно увидеть, из них ранее показывались в Государственном Эрмитаже только два. Остальные никто никогда, кроме самых узких специалистов, не видел. Посетить сегодня можно и Омскую крепость. Напомню, специально к юбилею Петра Первого в историческом центре города установили его скульптуру. Сегодня для Минчей подготовили шоу-программу. Артисты исполняют старинные песни. Центр военной реконструкции покажет снаряжение, форму солдат Петровской эпохи. Ну а в 17.15 будут стрелять пушки. Эффектное зрелище Минчи смогут увидеть и в прямом эфире. На месте будет работать наш корреспондент Денис Онос. Смотрите его включение уже в следующем выпуске новостей. Отмечая четверть века на плаву, готовятся к новому путешествию. Легендарной яхте «Сибирь» 25 лет. За эти годы бессменный капитан судна Сергей Щербаков и его экипаж совершили немало путешествий, в том числе два кругосветных. Под парусом «Сибирь» прошла более 250 тысяч километров. Команда побывала в 50 странах мира. Об истории знаменитой яхты и подвигах мореплавателей Дарья Шадрина. Чтобы спроектировать яхту «Сибирь», шутит ее капитан Сергей Щербаков, пришлось пройти кораблестроительный институт экстерном. Изучить экологию, теорию корабля и паруса. К строительству в 1987 году подключились два экипажа старейших омских парусников – «Веги» и «Борея». Однако работы затянулись почти на 10 лет. Союз развалился, денег в стране тем более на новое судно не было. Так что создавали его собственными силами. И в 1997-м в гавани Зеленого острова Сибирь все-таки спустили на воду. Горлышко той самой бутылки до сих пор хранится на борту Сибири. Как и икона Николая Чудотворца. По словам моряков, эти талисманы не раз спасали их в кругосветных плаваниях. Таких на счету Сибири два. Впервые обогнуть земной шар команда решила в 2000-м. Тогда маршрут пролегал через Салихар, Таляску, Северную Америку, Панамский канал, Атлантику и Баренцево море. Не раз экипаж оказывался на грани жизни и смерти. Так было в Балтике, в порту Дарлова. Вход в него защищен волнорезами высотой несколько сотен метров. Проскочить сюда яхта «Сибирь» пыталась во время ночного шторма. Маяк не работал, так что шли почти наугад. С большим риском, вот на этой волне, которая нас кидала с одного мола на другой, но вот эти 40 метров мы как в бутылочное горлышко попали. В Северном море путешественников ждал другой сюрприз. Из-за отлива на побережье Голландии судно оказалось на суше. Экипажу несколько часов пришлось бродить по коленам в воде. На период отлива весь экипаж я отпустил в увольнительную. Так объявился. Они, конечно, посмеялись. Надо было идти километров 10 до берега пешком по коленам в воде. Кругосветное путешествие длилось 15 месяцев. В 2001-м мореплаватели вернулись в Омск. Тогда Сергей Щербаков пообещал себе в подобные авантюры больше не ввязываться. Даже клятву, можно сказать, себе давал. Да чтобы я хоть раз куда-то в море, да никогда в жизни натерпелись. Ну вот по Иртышу ходить, это кайф. А куда-то там идти в эти шторма, в эти волны, в этот лед. Не-не-не, не хочу. Ну и все равно вот немножко проходило времени и опять какая-то идея возникала. Во второй раз Щербаков задумал не просто обогнуть земной шар, повторить маршрут первооткрывателей Антарктиды. Стартовали в июле 2019-го. Экипаж постоянно менялся. По состоянию здоровья или другим причинам моряки сходили на землю. В какой-то момент экспедиция даже оказалась под угрозой срыва. В немецком Киле на пути к Антарктиде на борту находилось всего три человека. И тем не менее один из матросов был вынужден отправиться домой. На судне остались лишь капитан Сергей Щербаков, его старший помощник. Мы так вот сели с ним, с капитаном, ну и что? Ну мыслей таких, что там прекратить плавание, там, конечно, таких мыслей не было. Просто думаем, что делать, как из этой ситуации выходить. Под угрозой срыва экспедиция оказывалась не раз. У берегов Антарктиды у яхты сломался двигатель. Почти месяц экипаж ждал помощи. Впрочем, были в кругосветке и радостные моменты. Один из самых ярких – новогодняя ночь 2020-го. Ее омичи встречали в одном из красивейших мест планеты – на пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро. Но главное в любом путешествии, рассказывает Сергей Щербаков, – люди. Друзья у Сибири теперь есть в 50 странах мира. Из Америки, вот нас там ждали, но мы туда не получилось сейчас прийти, хотя маршрут там был проложен. До сих пор мы переписываемся, ждут и в Сиэтле, и в Майами, и в Сан-Франциско, друзья. А вот сейчас Южная Америка, и Аргентина, и Бразилия. Сейчас Сибирь готовится к новому путешествию, которое запланировано на июль. И с самой южной точки региона по РТШ отправится в самую северную. Свой очередной поход Сергей Щербаков и его команда посвятят 200-летию Омской области. Дарья Шадрина, Владислав Осинцев, 12 канал. Мастер-класс от чемпиона Европы и участника Олимпиады Дмитрий Коварев. Сыграл в гандбол с воспитанниками 11-й спортшколы. В родной город Амич приехал в отпуск и решил побывать и в том заведении, где начинал тренироваться. На счету у Коварева 15 золотых медалей чемпионата страны и 8 побед в Кубке России. В составе национальной сборной по гандболу он выступал 15 лет. Сейчас работает тренером молодежной команды клуба «Чеховские медведи». Как завоевываются победы, спортсмен показал лично. Провел для ребят мастер-класс. Как отметил Дмитрий, за успехами Амича он следит. То, что этот вид спорта вышел в регионе на новый уровень, подтверждает и победа Скифа. Напомню, в мае наши гандболисты смогли завоевать золото чемпионата России и получили путевку в Суперлигу. У тайги и ясеня пополнение у пары серых волков в Большереченском зоопарке. Родились двое волчат. Новость сотрудники опубликовали в группе ВКонтакте. На записи полуторамесячные малыши ленивые играют друг с другом. Для зоопарка это действительно событие. Ведь родители волчат тайга и ясень – пара преклонного возраста. Если раньше волчица приносила по 5-7 щенят, то теперь на свет появились только двое. Пол сотрудники зоопарка еще не определили, поэтому и о выборе имен пока речи не идет. Малыши очень веселые, крепкие, толстенькие. И в принципе достаточно такие немножко побегают. И так как они толстенькие, им тяжеловато и они больше предпочитают играть с лежа. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. 45 06 05 Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Завтра, 10 июня, в Омске малооблачно. В ночные часы до плюс 18, днем 25-28 градусов тепла. В районах небольшой дождь, возможно гроза. Ночью плюс 10-13, дневная температура 19-22. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова